Вы еще не начали уборку своих подъездов? Тогда мы идем к вам. Руководитель госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина облачается в защитную экипировку и начинает контрольную проверку по дезинфекции в поле зрения ревизора дома и дворы на улице Горшина, которые обслуживает управляющая компания «Пиккомфорт». Претензии возникли сразу. Коммунальщики недобросовестно проводят обеззараживание детской площадки. Поручни обрабатываем. Вот здесь, в данном случае, это детская площадка. Здесь дети хватаются за любое место, вот любое абсолютно место, не поручни. Здесь нет упорочни, здесь нет отдельных элементов. Здесь все элементы должны быть обработаны. Ревизор осматривает все участки, с которыми жильцы чаще всего соприкасаются. Это поручни, входная дверь в подъезд, лифты и почтовые ящики. На каждом этапе есть свои замечания. Главное, понимаете, не спешка. Не сделать это ради того, чтобы сделать. А сделать качественное, добросовестно. Подумайте, прежде всего, о здоровье своих близких детей. В целях профилактики коронавирусной инфекции правительство региона обязало управляющей компании с 16 марта приступить к обработке домов хлоросодержащими или спиртосодержащими средствами. Госжилинспекция проверит работу управляющих компаний по всему Подмосковью. Мы начали сегодняшний наш рейд с Химок, потому что это одно из тех муниципалитетов, к которым поступает наибольшее количество обращений о непроведении дезинфекции. Как мы сейчас увидели, у нас на сегодняшний день лидер по обращениям граждан – это Пиккомфорт и Жилищник. Это одни из самых крупных управляющих компаний в Химках. Помимо рейдов за работой управляющей компанией, Госжилинспекция следит через мобильное приложение проверки Подмосковья. В него коммунальщики должны загружать фотоотчеты о дезинфекции дворов и домов. Эту работу управляющие компании будут проводить до 1 мая. Согласно рекомендациям Госжилинспекции, управляющие компании должны проводить дезинфекцию ежедневно. Если же это они делать не будут, жители могут обратиться с жалобой на портал Добродел. Александр Сергеев, Николай Забродин, Новости Химки ТВ.